Приветствую вас. Уважаемые друзья, уважаемый Радий Аритович, рад видеть вас в Беларуси. Вдвойне рад, потому что из-за некой пандемии, которая развернулась в мире, очень ограничены всякие поездки, контакты и так далее. Но вы вот взяли и рискнули приехать в центр Европы. И, как видите, ситуация здесь нормальная, стабильная. Вот этот визит столь представительной делегации в непростое время для нас является таким, прямо скажем, знаменательным. Наша главная задача, очевидно, вполне решаема, как можно скорее восстановить докризисный торговый оборот. Вот те показатели, которые мы имели. За 9 месяцев, вот я получил данные, 21-го года товарооборот составил 280 миллионов долларов. По сравнению с аналогичным периодом сократился на 16%. Хоть мы и имеем около 6% прироста нашего экспорта в регион, все равно около 60 миллионов долларов сальдо отрицательное. Поэтому нам есть над чем работать. И вот ваш визит в Беларусь, думаю, будет способствовать выравниванию товарооборота между Башкорстаном и Беларусь. Я не думаю, что в снижении товарооборота причины только кроются пандемией и ограничениях, связанных с этим. Хотя не без этого. Наши, в общем-то, отношения, как я уже говорил, проверены десятилетиями. И мы не должны позволять различного рода, то ли ковидам, то ли западным санкциям, разрушить наши отношения. Да, они и не будут разрушены. Свидетельством тому является ваш визит в нашу страну. Сегодня мы могли бы обсудить резервы, которые можно задействовать для активизации взаимодействия в торговле и наметить приоритетное направление на ближайшую перспективу. Я не думаю, что нам надо обсуждать какую-то политику. Она у нас едина. Не думаю, что у нас есть какие-то расхождения. Но, Радий Фаридович, ваш лозунг, я знаю, мы можем лучше, можно уверенно дополнить словами. Вместе мы можем лучше и больше. Если вы не против между Беларуси, у нас с вами будет более широкий лозунг на основании того, что вы всегда говорите. Ориентир вполне очевиден. Нам надо восстановить товарооборот 700 миллионов долларов. Таких цифр мы уже в 2019 году достигали. И я уверен, что при хорошо поставленной работе мы можем спокойно достичь и миллиарда долларов товарооборота. Мы к этому готовы. Полагаю, что с учетом богатейшей ресурсной базы Башкорстана и промышленного потенциала нашей страны, особое внимание следовало уделить в торговле поставкам продукции машиностроения. Мы готовы предложить самую современную автомобильную, сельскохозяйственную, дорожно-строительную, коммунальную технику ведущих белорусских предприятий нашего МАЗа, МТЗ, Гамсельмаша, Амкадора, Белаза, а также лифтовое оборудование Могилево-Лифтмаша. Мы всегда готовы поделиться с вами накопленным опытом, технологиями во всех отраслях. Секретов для вас никогда не было и не будет. Если нужно в сельском хозяйстве. Наши наработки давно доказали эффективность и являются основой роста аграрного сектора Беларуси. Продукты из Беларуси знают в республике. Белорусские специалисты готовы участвовать в проектировании возведений у вас школ, детских садов, многопрофильных культурно-спортивных сооружений и вообще заниматься строительством в любой отрасли, если это вам нужно. Особый интерес у нас вызывает возведение социальных объектов. Мы это умеем делать. Постоянно в Беларуси этим занимаемся. Беларусь также готова предложить современные технологии и оборудование для водоочистки, водоподготовки, водоотведения, оборудование, технологии полного цикла по сортировке, переработке твердых коммунальных отходов. Знаю, и у вас это по России в целом проблема большая. В этой сфере мы успешно работаем с другими российскими регионами. Почему бы не работать с республикой? Конечно, за экономикой нельзя забывать и гуманитарную информационную сферу, взаимодействие в области образования, науки, культуры. Я уверен, что наши отношения не исчерпываются теми направлениями, которые я назвал и думаю, что в процессе посещения вами Беларуси, если у вас будет интерес любых предприятий, возникнут новые направления сотрудничества. И это естественно, поэтому я готов обсуждать любые вопросы, удовлетворить любые интересы, насколько возможно, стороны Беларуси, интересы Башкортостана. Еще раз благодарю вас, Радис Фаридович, за ваш визит в Беларусь. Знаете, вы для нас всегда желанные гости. Мы очень уважаем трудолюбивый народ ваш. Рады вас всегда видеть в Беларуси. Уважаемый Александр Григорьевич, я прежде всего хотел искренне поблагодарить вас за сегодняшнюю встречу, за очень теплый, радушный прием. Я вот хотел сказать, что прибытие нашей делегации, когда мы прибыли, нас встретили здесь как родных, встретили как очень близких, добрых друзей. Я не побоюсь сказать, что народы Башкортостана и народ Беларуси – это братские народы, на самом деле, потому что у нас очень общая долгая история, у нас общие предки. Мы вместе отражали нацистки врагов, и нас очень много на самом деле связывает. Уважаемый Александр Григорьевич, мы приехали сюда от большой делегации, потому что мы приехали работать. Сотрудничество между экономикой Беларуси и Башкортостана – оно очень давнее. Основу для сотрудничества, вы знаете, это 1999 год. Это договор между Беларусью и Башкортостаном, а торгово-экономическим сотрудничеством. И вот мы сегодня приехали, мы точно понимаем, уважаемый Александр Григорьевич, что есть очень большой еще нереализованный потенциал для нашего общего развития сотрудничества.